Всем привет! Меня зовут Саня, вы смотрите канал Работа Мечты и сегодня у нас экспериментальная рубрика, вернее как экспериментальная, начало новой рубрики. Если вам понравится, то обязательно будем продолжать. Сегодня у нас топ 5 лучших отечественных модов, которые, на моё мнение, если у вас есть какие-то возражения, конечно же, пишите в комментариях. Если что-то нужно добавить или убавить, пишите всё в комментариях, свои пожелания, ваши топ 5 и мы начинаем. Ну что, начнём слева направо. Я считаю, что это один из лучших вообще модов, лучшая модификация, так скажем, на вообще фарминг-симулятор за всё время. Это Беларусь МТЗ, который 15-23 от Бирфарма. Этот трактор достоин вообще Оскара, мне кажется, а человек достоин вообще очень-очень-очень сильно большой похвалы. Сделан он просто шикарно. Находится... Я думаю, что эти моды уже видели многие. Многие из вас на них играют. Но я бы хотел ещё раз напомнить о том, если что, ссылочка, если вы не видели этих модов, ссылочки будут все в описании обязательно. Вот. И если вам будет... Если вам понравится эта рубрика, то будем, как я уже говорил, продолжать. Пишите, какие ещё делать топ 5 модов. Самый мощный трактор, самые большие комбайны, самые, не знаю, крутые грузовики, тягачи и тому подобное. Самые крутые топ 5 маленьких тракторов, топ 5 средних и больших и тому подобное. В общем, продолжаем. У нас... Вот МТЗ, как я уже сказал, продаётся он в средних тракторах. Давайте посмотрим. Через поиск, наверное, 15-23. Да, в средних тракторах продаётся. Стоит 62 тысячи. Я не помню, сколько он стоит изначально. По-моему, что-то дороже он стоит. Это не единственный мод от Бирфарма. Я его правил. Он едет 36 км в час. Я прибавил ему ещё 4 км в час, чтобы он чуть-чуть быстрее ехал. Настроек целый вагон. Можно ставить ПНО. Можно ставить грузы. Можно ставить... Только вот единственное, что переднее навесное устройство. Или переднее навесное оборудование. То есть переднее навесное оборудование включает в себя переднее навесное устройство плюс ВОМ. Это всё будет ПНО. А ПНО это вот то, что устройство само. Дальше что у нас? Есть реверсивная модификация. То есть трактор сможет ехать назад так же, как вперёд. Появляется там колонка рулевая. Переворачивается сидение наоборот. И руль становится сзади. И едете задом вперёд. В общем. Есть мигалочки. Слева, справа обе. Дальше. Доп-сидение есть для стажёра. Система GPS есть своя. Вот. С GPS-навигатором. С приёмником. С экраном. Со всеми делами. Всё шикарно. Руль есть в трёх модификациях. В четырёх даже. Вот. В четырёх. Есть подножка, которая чуть ниже, чуть выше. Не знаю для чего, но есть. Бортовой компьютер, который показывает основные параметры двигателя. Так. Лесной каркас можно сделать вот такой вот. Есть у нас капот в трёх вариантах. Пожалуйста. Вообще очень-очень всё круто. Дизайн капота можно сделать. Вот такие всякие рюшечки. Там гаврюшечки. Красоту навести свою. Глушитель можно убрать отсюда. Можно его убрать под стойку, что очень удобно. Можно такой сделать. Вариантов немерено. Шесть. Шесть вариантов глушителей. Дизайн стёкол есть. Вот такие можно разукрасить стёкла. Есть порядковый номер. Есть тонирование стёкол. Только задние. Почти все, кроме лобового. И, в общем, выбор колёс. Колёса, кстати, это отдельный разговор. Есть двойные. Есть худые. Есть двойные худые. Есть всё, что угодно. То есть, спарка. И есть обычные. Можно удобрять, когда угодно. Всё супер. Дизайн лобового стекла тоже у нас тут есть куча на выбор всяких вариантов. Дикий пятнарь или что там. Лютый пятнарь можно поставить. Беларусь. Просто так-сяк. В общем, как угодно. И два двигателя на выбор. Это MMZ-D260.1. Родной типа двигатель. И это двигатель на 178 сил. Производство Deutz. Очень хороший тоже. Вот. У нас он представлен уже. Вот этот трактор. Шикарно ездит. Что я в нём поменял? Я поменял цену. Чуть-чуть сделал ниже. Но там уже каждый сам подрегулирует. Чуть-чуть прибавил тормозного усилия. Потому что он очень медленно тормозил. И прибавил ему 4 км в час. Теперь у нас 40. 40 км в час ездит этот трактор. Потому что, ну, 35-36 очень медленно. Можно, конечно, накрутить себе и... Всё 80. Но я... Мне хватит 40. Мод сделан просто великолепно. Он ультра шикарный. Детализация на уровне, я не знаю... Смело можно заходить и в 21-ю ферму. В смысле, в 22-ю. И я думаю, что если его чуть-чуть потом ещё подшаманить, то он зайдёт и в 23-ю. Или какая там 24-я будет выходить. Не важно. Ну что, продолжаем. Следующим нашим экспонатом не менее шикарный. Кировец от Чеб Модз. Если я правильно назвал, то... Я молодец. Если нет, то пусть простят меня создатели мода. Мод сделан очень круто. Прям супер шикарно тоже. Есть можно... Тут Simple IC поддерживается. Есть такая сеточка. Есть окошки открываются. Что тут у нас ещё? Заднее окошко открывается. Нет, по-моему. Открывается дверь. Заводим. Бортовые компьютеры. Все дела. Есть телефончик даже на всякий случай. Сделан мод тоже очень круто. Единственная проблема этого мода в том, что он вот так вот открывается. Почему это проблема? Потому что когда вы работаете на курс-плее, он норовит всё время открыть капот и поехать. Если он, например, работает в Spark, то есть курс-плей и автодрайв. То есть он заканчивает работу на поле, открывает капот и уезжает. Я пробовал ставить в... Мне... Как там? Я не помню уже. Не помню. А, мне, кстати, почему-то... А, так, вот так. Где-то в настройках есть дополнительные настройки, по-моему... Нет, или это не тут. В общем, типа не разворачивать машину или агрегаты после того, как... Где-то это есть, но я не помню. Возможно, это нужно прицепить что-то. Но он всё равно, по-моему, разворачивается и едет. Звук шикарный, выглядит очень круто. Он находится у нас... Есть PNU, есть VOOM, всё, что полагается. Есть два двигателя на выбор. Давайте посмотрим, где у нас. Кировец. Вот тут у нас кировцев дофига. Ну вот, Кировец K7. Вот так он выглядит в стоке. Можно менять цвет. Четыре цвета на выбор. Есть у нас чистые стёкла или слегка притонированные. Есть у нас двойные колёса. Есть у нас GPS свой. Есть у нас ещё двигатель 1 TMZ 350 коней. И Мерседесовский движок на 428 коней. Шикарный аппарат. Можно выбрать цвет колёс, ободов. Можно выбрать цвет обвеса. А где обвес красится? Чё-то я не понял. Так, покраска обвеса. Чёрный. Белый. Чё-то я не понял, что меняется. Но, тем не менее. Аппарат очень шикарный. Очень шикарный. Сделан очень круто. Кстати, покраска на нём на единственном, по-моему, такая вот блестящая. До этого никто не осмеливался делать такую глянцевую покраску. Потому что, не знаю почему. Потому что, может, движок не вытягивает такую покраску или ещё что-то. То есть, все трактора и комбайны в основном все они матовые. Или полуматовые. То есть, якобы есть вот что-то там бликует. Но такого глянца не наводили. Аппарат ультра шикарный. Мне очень нравится. Поехали дальше. Дальше у нас на очереди комбайн. Вот такой. Вот тоже, я думаю, все с ним знакомы. Дон 1500B от шнурка. Если я не ошибаюсь. Если я вдруг что-то наошибался, исправляйте, ребятки. Ничего страшного. Я думаю, никто не обидится. Дон 1500B я считаю лучшим отечественным модом на комбайн. Или как правильно сказать. Короче, лучшим модовым комбайном во всей вселенной. Мод сделан очень круто. Внутри все шикарно. Все есть, все крутится, все вертится. Рычажки все клацают. Тут даже вот все шевелится. Прям вот, ну, лучше уже не придумаешь. Если есть, конечно, моды лучше на комбайны конкретно, пишите. Обязательно посмотрим. Итак, смотрим в магазине. Потом будем тут смотреть. Дон. Дон так. Это так не пойдет, да? А как тогда пойдет? 1500. Дон 1500 как? Стоит 107 тысяч. Очень недорого. Я ему цену не менял. Подожди, 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 подожди. Нет, подожди. Это назад. Это у нас назад. Это поиск в магазине, а не у меня. 1500. Есть еще от шнурка тоже Дон 1500. А, но об этом мы поговорим в другой раз. Еще Сильверада 1500. И бочка 15 тысяч. Так. Продается он в комбайнах, соответственно. Есть у него какие... Выбор каких модификаций. Есть Дон 1500 B 97 года. Выпуска. 2000 года выпуска. И 2005 года выпуска. Меняется незначительно. Там что-то какие-то фонарики, надписи и все. Такое. То есть не сильно. Не сильно. Выбор комплектации какой? Оборудование есть ИРС. Есть ПКН. Есть ПКН саламопровод. То есть сразу загружать, чтобы... Кстати, я им ни разу не пользовался. Не знаю почему. Как-то на пол гружу и потом собираю в тюки. А, ну поэтому и не собирал. Потому что в основном в тюки мотаем. Если что. Так. Ну и половопровод. И правый щиток. И без щитков. И копнитель, который, кстати, не работает ни на одном комбайне. И без оборудования. Ну и оставлю всегда ИРС. Потом... Так, можно номер выбрать. Пожалуйста, порядковый, если очень хочется. Наклонная камера у нас тут есть. Без щитков или со щитками. Далее. Вместимость можно. Шесть тысяч по дефолту. Шесть пятьсот. Шесть пятьсот с трубой повыше. Что очень радует. Потому что эта труба уже достает до самых высоких прицепов. И семь тысяч. То есть на пятьсот. Вот расширение небольшое. Дальше. Джипс. Джипс это отдельный разговор. Тут это... Прозрачные окна или притонированные есть немножко. Есть комплектация отопитель без отопителя. Которая, в принципе, ни на что не влияет. Можно без облицовки сделать. Ну что, я не знаю. Просто, может, кому-то захочется. Дальше. Колеса. Есть у нас F138. В общем, разные колеса. От разных производителей. Разного там диаметра. Бла-бла-бла. И все такое. Чуть-чуть различаются между собой. Я в основном беру на стандарте. Никакого это влияние не оказывает в этой игре, по крайней мере. Есть прицепное под ИРС. Есть под ПКН. Там чуть подлиннее. И все остальное. Это для жадки. Под копнитель. И под все такое. Выбор двигателя тоже есть. В стоке 235 лошадей. И 260 можно поставить. Стоковые 235 ЕМЗ. И Cummins 260 лошадей. Для него есть еще у нас тележка своя родная. Своя родная тележка. Вот такая Россельмаш Телегка. 4 тысячи стоит. В ней все хорошо. Единственное, что сложно. Можно выбрать цвет. Сложно укладывать на нее жадку, которая 8,6 метров. Если кто-то... Мне писали, когда я играл на какой-то карте с жадкой 8,6 метров. Типа, это читерство, жадки на Дон 8,6 не было. Ребятки, если вас забанили в Гугле, или в Яндексе, или в любом другом поисковике, то это ваши проблемы. Погуглите, как говорится, да. Гуглите, это уже глагол такой. Погуглите и узнайте, что на такой комбайн шли жадки 8,6 метров. И не пишите чушь. Были жадки, которые спустя какое-то время начали выпускать. Не сразу после того, как вышел этот комбайн в каком-то там затертом году. 80 какие-то года, по-моему, какого-то года производства. Это 2005, типа, как будто. Но, по-моему, его выпускают с 80-х годов. Если я не прав, поправьте. Я не работник сельского хозяйства, поэтому вот так. Ну что, Дон. Да, снаружи посмотреть Дон. Снаружи Дон выглядит просто великолепно, как и все предыдущие моды. Шикарен просто. Проработка на уровне охренет. Можно. Если можно так назвать. Все крутится, все шевелится. Каждый шланжик, каждый болтик, каждый винтик. Все проработано. Все шкивы, пасы. Там, я не знаю, как это все называется. В общем, все есть. Все круто. Есть даже 2-2 пары стопов и поворотников на заднице. В общем, все это выглядит ультра шикарно. Звучит шикарно. Барышня даже извещает голосом нежным женским, когда 95% заполнения бункера говорит. Внимание! Ну, я, конечно, не барышня с шикарным нежным голосом. Но, если очень хочется послушать шикарную женщину с шикарным нежным голосом, то берите этот мод, едьте, заполняйте до 95% и она вам скажет, что вы балбес. Шутка. На самом деле, она скажет, что бункер заполнил. Дальше. Переходим к HTZ-шке. Это у нас Харьковский тракторный завод. Т-150 у нас тут. И в чем фишка этого трактора? В ней есть... В этом тракторе есть 2 фишки крутых. Это то, что этот мод от Рус Агротеха. Вот, я все пытался сложить в голове, как там его сокращенно называют. Его же РЭД называют. Но я полностью говорю Рус Агротеха. Это трактор от Рус Агротеха. Еще от Рус Агротеха есть много разных тракторов. Все шикарные, очень крутые. HTZ-шка. Это чем примечательно? Во-первых, она сделана очень круто. Звучит шикарно. У нее есть поддержка Simple IC. Есть табуреточка для помощничка. Без спинки, чтобы не расслаблялся. Вот, дальше. Все работает, все крутится, все будит. Очень классно все это работает. Шикарная детализация. Продается этот мод у нас в средних тракторах. И я тут, конечно, понаставился. А хули он тракторов примерно, поэтому немножко покрутим. Вот он где. Вот. Еще есть разные. Т-150К тоже вот этот от Рус Агротеха. Но об этом в следующий раз. Это, по-моему, чуть постарше или этот постарше? Какой он раньше выпустил? Я не помню. В общем, примечательность этого трактора в чем? Ну, во-первых, у него есть выбор двух колес. Кама. Ну, производитель, в смысле, покрышек. Кама и белшина. Разница между ними не очень большая. Чуть-чуть по ширине или по высоте там что-то оно дергается. Непонятно. Дальше. Есть двойные колеса. Вот такие. Спарка, как их называют. Есть у нас тут по комплектации вот такая морда меняется. Труба с воздуханом. Труба на задницу переезжает. Труба вот так вот сделана. Это какой-то, не знаю, токийский дрифт. Стайл, наверное. И стандарт. Очень прикольно. Дальше. Номерной знак плюс инвентарный номер. Короче. Инвентаризационный номер. Кто придумывает эти все слова страшные? Вот. Ну, инвномер проще рассказывать. Так, а где он этот инвномер появляется? Где-то он должен там меняться. Подожди, на номере, да, на самом? Ну, просто номер меняется и все. Ладно, это все мелочи. Фары. Можно фары накрутить. Фары сверху, фары обе, фары все. Трехточечный или фаркоп можно себе сделать. Тоже такой выбор. И самое интересное. Ну, он еще, кстати, поддержит универсального пассажира. С вами тут может ваш кореш ездить. И самое интересное, что этот аппарат идет с двигателем ЕМЗ-263Д. Потом на него можно поставить 236Б на 250 лошадей. И можно поставить ЕМЗ-7601.10 на 300 лошадей. То есть за 55 тысяч вы закрываете практически все потребности своего хозяйства. Ну, а потом уже, я не знаю, кировца себе купите на 428. И вот так вот вам хватит. Шикарный аппарат во всех понятиях. Очень круто сделан. Работает шикарно. Детализация просто умопомрачительная. Все очень круто. Человечек там двигается правильно. Дым правильно. Все правильно. Все круто. Дверь закрываем. Достаю я. Достаю до двери. Отлично. Даже, кстати, стекла опускаются. Если кому-то очень нужно. Все. Ну и на очереди у нас последний мод на сегодня. Это у нас крас от Аксари. Легендарный крас от Аксари, который мне больше всего нравится. Вот этот на таких вот этих колесах. Круглых. Этот мод шикарный тоже. Вот так он выглядит внутри. Даже чтоб не забыли красба и Аксари. Ну, я не знаю, как, кстати, правильно. Но, по-моему, на английском будет Аксари, типа. Ну, то есть не Аксари, а Аксари. И с Аксари или Аксари. Если ты меня смотришь, скажи, как правильно называется твой ник читается на английском. Вот. Будем говорить Аксари. Так. Что у нас дальше? Это у нас тягач. Мод представлен в виде пака. К раз идет вот такой тягач. Потом у нас идет... Давайте в грузовички зайдем. Чуть-чуть покрутим. Недельку-другую. Найдем кразика этого. Шикарного. Где он тут? Где-то где-то. Вот тут Уралы пошли. По-моему, я далеко уехал. Где-то у нас тут должны... Вот, кразики идут. Кразиков тут много. Дальше идет у нас вот такой вот крас 255Б с ковшом. К нему есть еще прицеп. Так что вы сможете увезти довольно много. Есть куча всего. И есть вот такой вот ЗСК. Очень шикарный. Аппарат. Постоянно им пользуюсь. Просто вообще... Я с него писаю кипятком. Уже ожоги давно. В 18 степени. Но сегодня мы будем рассматривать вот этот вот тягач. Очень крутой. В чем его фишка? Почему не Урал? Почему не КамАЗ? И почему не все остальное? Потому что, во-первых, мы можем выбрать ахулион цветов. Покрасить, да? Основной цвет. Это ладно. Это мелочь. Тип освещения можно выбрать. Вот тут вот сверху так. Сяк. И миллион вариантов. Дизайн можно выбрать без щитков. С щитками и с защитой. А без щитков, но с защитой. И стандартная. Система GPS. Это понятно. Выбор колес есть. Огромный. Какой угодно. Хочешь в И3 с крылья. Хочешь просто в И3. Вот крылья убрались. Хочешь в И3 плюс лифт. То есть еще чуть выше. Если ты прям любитель внедорожья дикого. То вот, пожалуйста. С крыльями. Без крыльев. Хочешь прям никуда не ехать. А, нет, подожди. У нас же еще вид 201. Чуть-чуть другие колеса. Но такие же кругленькие. С крыльями без крыльев. Есть еще вид плюс лифт. И есть плюс лифт без крыльев. Короче, выбор на любой вкус и цвет. И есть у нас, пожалуйста, и D304. Дорожный вариант резины. Если ты не хочешь там карабкаться по горам. Конечно, он сделан под большие колеса. И смотрится довольно смешно. Здоровенная арка. Высоко задран, но маленькие колесики. Но если ты не собираешься ездить, если тебя напрягают вот эти шины. И хочется у тебя, чтобы были сзади спаренные колесики. Там, в общем, уже выбирай на любой вкус и цвет. С крыльями, без крыльев. А, есть еще М93. Вот такие универсальные колеса. Пожалуйста. Пожалуйста. На любой вкус и цвет. С крыльями, без крыльев. Мне вот так нравится на VE3. Шикарно он выглядит. Дальше у нас есть еще... А, и в чем самый интерес? Что есть у нас 240 лошадей. И АМЗ-238. И АМЗ-6585-04. Скорее всего, такой двигатель существует. Я почти уверен. На 420 лошадей. Ставили его на этот краз или нет? Мы сейчас... В реале. Мы сейчас разговариваем об игре. Краз просто ультра классный. Шикарный. Как и все моды от Аксари. И Уралы, и все на свете. Ну, человек очень умеет. Руки из нужного места растут. Все круто. Так, что мы тут смотрим? Ну, да что тут смотреть? Тут сделано просто великолепно. Я всегда тащился от этого мода. Так что... Почему скажете не Урал? Потому что Урал даже... У него нет на 420 коней. Этот краз закрывает все возможные... В желании. Ну, и я еще раз говорю. Это топ-5 на мой вкус. Так что, если у вас другой вкус, пишите в комментариях, какой у вас вкус. Чего? Какие моды? Как бы вы разместили? Прямо так и пишите. Вот, 5 модов, да? МТЗ-15-23, ХТЗ-150К, Т-150К, с которой с 300-сильным движком, потом Кировец-К7 от Чебмодз, Дон Шнурковский и Аксари-Крас. Вот у меня получается как? На первом месте у меня стоит МТЗ-15-23, на втором Кировец, на третьем Дон, потом... Вот, кстати, КРАС и Т-150 можно даже поменять местами. Но все равно, они, можно сказать, все на первом месте, потому что это самые классные моды на мой вкус. Так что, если согласны, ставьте лайк, если не согласны, пишите в комментариях, что как вы себе видите этот топ-5. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, на этом будем заканчивать. Подписывайтесь еще, кстати, на второй канал, на котором выходят видосики по разным играм. Все? Давайте, в комментариях пишите, как вам такое, продолжать, не продолжать, какие другие еще топы нам делать. Всего вам хорошего, до новых встреч, удачи на полях ваших большого урожая. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok